Добрый день, друзья! С вами Владимир Добров и мы обсуждаем творчество от великих шахматистов. Сегодня у нас в гостях, можно сказать, Макс Эйвир, пятый чемпион мира, обыгравший русского чемпиона, легенду шахмат Александра Олехина. И мы, безусловно, сегодня посмотрим часть противостояния Макса против Александра, ну и еще пару классических примеров от недооцененного чемпиона мира. Что мы знаем о Максе Эйве? Мы знаем крайне мало. Мы знаем лишь то, что он из Голландии и больше, по сути дела, ничего. Я посмотрел немало его партий и, безусловно, могу сказать, что действительно этот чемпион был не случайен. Прекрасные партии позиционного стиля, комбинационного стиля. Можно сказать, было что-то у него и от Фишера, мне так кажется. А может быть, Фишера было что-то от Эйве. Но, тем не менее, особенно белый цвет, который он демонстрировал, совершенно был шикарен. И вот несколько примеров сегодня я вам покажу. Итак, первый пример, который поставил на пятое место, это партия Эйве Флор, которая уже была чуть позже сыграна. Точнее, если говорить, она была сыграна в 1939 году. Напомню, что Эйве стал чемпионом в 1935 и правил два года. С 1935 по 1937. И, соответственно, в этой позиции, которая, конечно, у белых огромный перевес, в принципе, они могут продолжать атаку на короля ходом А4 или пойти, скажем, ограничить пока подвижность фигур ходом А3. Эйве сделал интересный ход. Ладья С5, посмотрите, вот такой вот врыв ладьи, весьма конкретный подбой слона. То есть, можно этого, можно ладью, прошу прощения, съесть. После хода ДЦ выясняется, что висит как слон, так и маршрут Ферзь Ф4, Ферзь А6 практически неотвратим. Поэтому брать ладью не вариант. Флор съел на А2 и последовал такой вот ход ладья А5. Очень красочно, очень симпатично. Пограживает в некоторых вариантах ход ладья А7. И Флор сыграл Е5. Ну, машины, конечно, бездушные предлагают взять на Б2 и позиция как бы продолжает быть неясной якобы. Но, тем не менее, напор всегда оказывался. И проблему большинства тех, кто не мог выдержать этого напора. Порой какие-то привидения чудились шахматистам. Но и до сих пор, в принципе, чудятся. И людям свойственно ошибаться. Итак, Е5 ход не самый лучший. И последовало ДЕ. Очень сильный ход. Опять-таки ладья под боем. Брать ее нигде нельзя из-за хода ФЖ3 шах. И Флор решил сыграть слон Е6. Последовало ФФ4. Очень мощный ход. Идея этого хода в том, что белый подготавливает несложную комбинацию ФХ4, ФФ и ладья А7. В случае ЖХ Ферзь идет всегда на Ж5. Флор съел на Б2. И последовал ход слона Ф1. Удивительный тонкий тихий ход. И здесь компьютер рекомендует играть Б5. И у черных якобы все в порядке. Но, опять-таки, как я сказал, людям свойственно ошибаться. Флор сыграл слон Е7. После хода Ферзь А4. Слон С5. Черные напали на пешку Ф2. То есть на ладья Б7 последует разгрузочная операция ФБТФ2. Последовал очень, опять-таки, тихий ход ладья А6. И после хода А5 ладья Д3. Все то, что происходило до этого, компьютер оценил в пользу черных. После хода ладья Д3 оказывается, что черные практически беззащитны. И вот последовал слон Ф2. Но и здесь, конечно, белый с лишней фигурой легко победили. Вот такая небольшая зарисовка, которая, как говорится, сейчас вас настроит на правильный лад. Итак, поехали дальше. Следующий пример, который я хотел бы, конечно, отметить. Это противостояние как раз-таки Макса против Александра. Итак, четвертый чемпион мира против пятого. Наши против голландцев, как говорится. Противостояние, известное всем уже, легендарное. И в этой позиции Аликен сыграл слон Ф6. И Эйви осуществил позиционную жертву фигуры. Ну, объективно, у белых позиция изначально поприятнее. Но, с другой стороны, вот, скажем, после размены на Ф6 проблем у черных нету. Так как пешка на Е4 хороша. О ходе Ж4 надолго можно забыть. У черных очень крепкая позиция. И, по большому счету, проблем быть не должно. А так последовал классический, можно сказать, уже ход. Конь Бет Ф5, слон С3, конь Д6. Ферзь Б8, конь Бет Е4. Белые отдали фигуру за три пешки. Слон уходит на Ф6. И очень точный и важный ход конь Д2. То есть, подготавливающий движение в центре. То есть, идея у белых проста. Они собираются накатывать пешку Е. Что, в принципе, и произошло. Инициатива у белых серьезная. Если бы черные не играли Ж5, ну, можно было сказать, что можно было готовить А6, Б5. Может быть, стоило Б5 играть сразу. Но, опять-таки, у белых везде инициатива. Ж5, Е4. Взяли, взяли. Слон Д4. Вот таким вот образом пытался Александр противостоять. Однако, Е5. И здесь, пожалуй, стоило черным уже отдавать коня на Е5. И пытаться отбиваться в этом случае. Но в этом случае у белых сохранялась лишняя пешка. И у них защищенная проходная, я напомню. Олехин продолжил ходом ферзь Е8. Е6. Ладья Ж8. Конь Ф3. Напали на слона. Здесь можно было белым, может быть, еще чуть-чуть сильнее сыграть. Но, в целом, и так неплохо. Ферзь Ж6. И последовал еще один замечательный ход. Ладья Ж1. Ход, который тоже, можно сказать, недооценивает компьютерные программы. Но ход очень человечный. Ну, что можно было порекомендовать? Можно было сыграть и конь Ж5. Но этот ход более сложный. Ладья Ж1. Взяли, взяли. Ферзь Ф6. И конь Ж5. Блестящий совершенно ход. Который тоже надо отметить. То есть, белые не торопятся брать на Д7. А именно играют более конкретно. Ладья Ж7 теперь забирают на Д7. И ошибка от Олегина. Ладья Беда Д7. Стоило играть Ферзь Беда Ф4. Ну и тогда после Ферзь С3 возникала сложная позиция. Сложная позиция, где в белых все равно очень сильная инициатива. Ладья Беда Д7. Ферзь Е3. Сильнейший перевод. Опять-таки, защищается пешка Ф4. Контроль над линией Е. Ну и, в общем-то, белые держат позицию очень здорово. Конь Е6. Ладья Ф8. И предложение перейти в Эшбет. Возможно, оно было не сильнейшим. Но, опять-таки, поставило серьезные проблемы с человеческой точки зрения. Ферзь Беда Е5. ФЕ. Ладья Ф5. Ну, можно было попытаться ладью более активно сыграть через ладья Ф2. Но у ладья Ф5 вроде ход тоже разумный. А последовал спокойный и хладнокровный ход ладья. В Е1. И у черной по большому счету без какой-либо контр-игры. А6 надо короля вводить в игру. И очень важный ход конь Д8. То есть, А6 это последняя ошибка, которую допустил Олегин в этой парке. То есть, король Ж8 здесь надо было играть. И таким образом не было бы такого трюка, как Конь Д8. А после А6 Конь Д8 пешка Е5 незащитима. Точнее, ее нельзя брать. Она ядовитая пешка. В связи с тем, что последует шаг на Ф7. И после ладья Ф2 Е6 пешки проходят очень быстро. По большому счету здесь борьбы уже не оказалось. Вот таким вот образом партия завершилась победой. Но все равно блестящая идея, блестящая жертва фигур. Идем в следующую партию. Рассматриваем опять-таки тоже противостояние. Опять-таки, Эйви играет белые. И опять-таки, Олегин черными. Итак, что можем посмотреть, сказать об этой позиции? Ну, белых, конечно, должен быть перевес за счет того, что разбита пешечная структура. Очень сильная фигура. Конь. То есть, есть слабости. Куча их. И здесь играет, Эйви, прошу прощения, очень интересно. Конь С2. Слон бьет А5. Ладей брать, конечно же, нельзя из-за взятия и Б4. Вилком. И Б4 все равно следует. Слон бьет Б4. Отмечу, что классическая тактика. И теперь брать на Б4 нельзя из-за потери ладей. А в случае размина конь защищает слона. Но идея была в том, чтобы пойти слон Б2. И теперь выясняется, что брать ладью на А1 нельзя из-за ладья А1. И слон Б4 попадает в ловушку. Слон А5 приходится таким вот образом играть. И после чего он играется. Слон Ж7, ладья Ж8, слон Е5. Вообще, комбинация Эйви блестящая. У него сочетался стиль у тебя на позиционной активной игры. И в то же время комбинационный стиль присутствовал весьма ярко. Итак, после хода конь Б3, ладья А4. Очень тонкие маневры. Опять-таки, фигура черных пока в зависшем состоянии. И форсированно возникла следующая позиция. Мы видим, что номинально у черных лишняя пешка. У них 5 против 4 белых. Но, на самом деле, все они разбиты. И, конечно, это в пользу белых. То есть, черным приходится держать очень много слабости. Это не так просто. Попытался Айхин сыграть более активно. Опять начали падать эти пешки. В какой-то момент, несмотря на то, что 3 на 3. Посмотрите, равная вроде бы позиция. Но как тонко сейчас Эйви эту позицию раскатал. Мы сейчас это увидим. Итак, конь Б1. Казалось бы, но что здесь может быть? Ладья Ц2. Активная ладья, хороший слонов. Отдаленная проходная пешка. Ладья находится на отшибе. Однако, все далеко не просто. Итак, ладья Д1. Король Ц6. Черный играет на победу, вероятно. Следует шаг. Ладья Ж6. Ладья Х8. И начинает определенная ладья активизироваться. Король Б7. На данный момент ничего плохого не происходит. Следует нападение простой на пешку Эйвси. Ладья мгновенно следует зевоку. Обратите внимание. Ладья Ж7 сыграла Лейхин. Удивительно, что ладья с такой активной позиции уходит в такой пассив. Ну, конечно, можно было тысячу ходов сделать. В том числе, просто пойти король А6. В крайнем случае, на взятие там на Ф7. Сделать совершенно любой ход. Но обратите внимание, опять-таки, у белых все-таки сохранялась уже лишняя пешка. И ладья Ж7. Словно Е5. Конь Ф3. Попытался Олегин тактическим образом перехитрить Эйвси. То есть ладья Ж7 была идеей в том, как раз-таки, чтобы заманить на ход слун Е5. И нанести вот такой зловещий, можно сказать, удар. Олегин у нас всегда славился такими ударами. Яркой комбинационной стиль. И, ну, идея понятна, что в случае взятия будет мат в два хода. Но, безусловно, это не тот вариант. Последовала ладья Б8, король А7 и хладнокровная ладья Д7. Теперь в случае хода король А6. Белые побеждают достаточно просто. Они следует дают шаг и выясняется, что ладья теряется на С2. Поэтому пришлось уже играть слон С7. А в этом случае последовало славнокровный ход. Ладья С7, король Б8, ладья С2, конь Е5. И после чего милые перешли в такой технический эндшпиль, который легко выиграли. Ну, дальше я быстренько прокручу, чтобы было понятно. Были еще тут передвижения некоторые, но с техникой у Эви было все в порядке. В итоге перешли вот в такой вот безрадостный для черных коневик, которым, конечно, просто-напросто пришлось Алихину сдаться. Пешка на их 5 падает форсирована, но и на этом парте заканчивается. Отличное достижение. Следующий пример, опять-таки, партия с Алихиным. И в этой позиции, где по большому счету приблизительно равенство, мы видим, что есть определенные виды на пешку С6 у белых. Однако черным здесь стоило предпочесть спокойствие. Ну, казалось бы, что здесь может быть? Более того, ладья, последний ход, который сделали белые, то есть был ход Е4, да и ладья бит Е4, был провокационным. Провокационным на достаточно логичный ход Ф6. И здесь, по идее, белому надо сдаваться. Что же, о чем же думал Алихин, когда играл он Ф6? Интересный вопрос. Думал ли он, что он побеждает? Или, быть может, что Эви просто-напросто зернул? И насколько примитивно сыграл Эви? Что это было? Но на самом деле, все гораздо круче. Белый делает простой ход. Конь Ф7. Фантастика. В самом незащищенном месте, или в самом, может быть, защищенном, наоборот, месте, конь просто проникает, как говорится, по-партизански куда-то на Ф7. Непонятно. Но с другой стороны, партизаны идут в обход. А здесь наглость. Наглость такая, что ничего не скажешь. Конь Ф7. Нападаем на Ферзя. И теперь выясняется, что теперь, в случае взятия королю на Ф7, белый играет шаг. Белый дает шаг. Ж6 плохо из-за Ферз Х7. А на король Е7 следует несложная комбинация. Мат в несколько ходов. Шаг-шаг. И на король Д6 следует мат в 3 хода. Ну, а на король Д7 мат в 2 хода. Удивительно. Но очень симпатично. И пришлось играть Ферзи 8. А в этом случае конь, вот этот вот, конь-огонь, добирается до пешки С6. И партия мгновенно заканчивается. По большому счету, пешка Д решает исход. Удивительный момент, но очень симпатичный. Конь Ф7. Ход, конечно, который следует отметить. Конь дальше продолжил свое гениальное шествие. Прошел все поля через Ф7 на Д8. С Ф6 на Б8 на А6. Как в шажках. Ну, или как у нас, как в детстве, нас учили научиться играть конем. В итоге, вот, конь все сделал как надо. И конечная красивая комбинация. Еще ход А6. На ладябе Д5 последует АБ. Ладя Д8 и перекрытие классическое с отвлечением. Очень симпатичная партия. Именно, как одна фигура, сделала большое дело. Ну, и завершающий пример. Партия с Тартаковера. Савелий Тартаковер белыми переиграл Эйми к этому моменту. И у него сейчас огромный перевес. Практически решающий. Белый имеет как двух слонов, так у них и... Ну, у черных нет никакой, казалось бы, контр-игры. Лишняя пешка. Ну, что еще можно пожелать против такого монстра? Ну, давайте посмотрим. Итак, Ладя Ж8 в Ж3. Казалось бы, вроде ничего не происходит. И играет Король Ж6. Здесь стоило предпочесть ход, который рекомендует программа. Король Ж2. Как не пойти Король Ж2, чтобы сыграть Ладя Ж1? Как тут не сыграть, непонятно. Ну, на самом деле, более осмотрительный был ход Король Ф1 или даже Слон Ф1. Но такие ходы назад мы обычно не рассматриваем. Итак, Король Ж2. Последний мгновенный ход Конь Ф4. И теперь выясняется, что брать, как съел Тартаковер ЖФ, нельзя было. Здесь уже необходимо было взять Слону. Ну, и после Слона Ф4, прошу прощения. Черные уже стояли нехакую. Слон Аш3, Король Ж1. Ну, скажем, ЖФ. Позиция обострялась до нельзя. И здесь исход борьбы совершенно неясный. Король в опасности у белых. Ну, последний ход ЖФ. Последовал шаг. Король Ж3. ЖФ. И теперь уже белые проигрывают. Слон Ф4 взяли и Ферзь Д7. Обратите внимание на такой гениальный ход с Ферзь Д7. Грозит мат в один ход. Защищается Тартаковер от этого мата. Но следует другое. Слон Ж4. Ладяж 4 шаг. Король Е3. И тихий ход Слон Ж2. Угрожает мат на Е4. Конь Ф3. Белые защитились. И исход неясен. Казаловик. Ну, конечно, можно было сыграть Слон Ф3 и Ферзь Ж4. Скорее всего, это тоже побеждало. Но сама комбинация заслуживает очень серьезного внимания. Взятие на Е4. Король Е4. Конь Д6 шаг. Король Д3. И Ферзь Ф5 шаг. Король дальше двинулся на Д4. Достаточно занимательная позиция, которая, конечно, заслуживает внимания. Шаг на Ф4. Король Д3. Ферзь С4. Король С2. Взятие на Ф3. Белые, конечно, ставят абсолютно проигранно. Но, тем не менее, нужна точность до конца. Слон Е4. Король Б2. Ферзь Д3. И после Ладья Ж1, Король Ф7, Ладья Ц1. Последовала очень симпатичная концовка. Ферзь Д2. Король А3. И в этой позиции белые получили очень красивый шаг на Ц4. Посмотрите. Конь Ц4. Шаг на БЦ. Ладья А4. И выясняется, что брать надо. И после хода Фа2 шаг. Король Б4. Ферзь Б2. Неожиданно белые теряют Ферзя. Потому что в случае... В этой позиции картаковер сдался. Но в случае хода Король А5 поставил бы ход Ферзь А3 шаг. А в случае Король С5 Ферзь Ф2 заканчивал бы борьбу в таком же ключе. Ну вот такие вот, уважаемые господа, зарисовки для вас специально были от Владимира Доброва. Надеюсь, вы получили определенную долю креатива в том числе. Желаю вам хорошего дня. Играйте как Эйви. Ну и будем благодарны, если вы поддержите наш канал своей благодарностью. Будьте здоровы. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok